Форелевое хозяйство Сушили, можно считать подвигом, им пришлось убедить немцев, что им нужно это хозяйство для проведения культурного отдыха населения, рыбной ловли. Осушили болота и сделали несколько прудов, чтобы в них разводить форель и карпов. Добились разрешения на постройку дома в заповедной зоне, взяли кредит на 80 лет и построили эту ферму. Трудились они как пчелки с 6 утра, принимая рыбаков до 10 вечера. Петрович сидел на берегу пруда, в котором водилась взрослая форель и наблюдал, как она выпрыгивает. Тишина, свежий воздух, настоянный на растущих травах, распускающиеся деревья, появившиеся цветы, щебет птиц, солнечная теплота. Хозяйка знала, что он на голоде и ничего не предлагала. Это было ему на руку. Вечером Петрович продолжил чтение манускрипта. И все, кто находился около него, слушали его слова с удивлением, ибо слова его были полны силы, и он учил не так, как учились священнослужащие и писцы. Петрович подумал, что неспроста этот манускрипт не вошел в каноническую Библию. Он шел вразрез с ее текстом, который был тщательно вылизан духовниками в течение тысячелетий, чтобы держать людей в покорности. Мол, все болезни кара небесная и может исцелить Бог, но вот живой Бог пришел учить людей, как им жить, как сохранять свое здоровье, как лечиться. Они это ценнейшее знание объявили каким-то еретичным. Действительно, Иисус Христос учил людей совсем по-другому, а не так, как учил людей до Него и после священнослужителей и написанные ими Писания. Между тем, хотя солнце уже закатилось, они не возвращались в дома свои. Они сели около Иисуса и спросили Его, «Учитель, каковы законы жизни? Останься подольше с нами и научи нас. Мы хотим послушать Твое учение и запомнить его, чтобы идти прямым путем». «Вот только сейчас начинается подлинное учение Иисуса Христа», – подумал Петрович и стал медленно и вдумчиво читать. Тогда Иисус сел среди них и сказал, «Поистине, я вам скажу, никто не может быть счастлив, если не следует закону». Под законом понимаются законы природы, законы развития и жизни человеческого организма. А другие ответили Ему, «Мы следуем законам Моисея». Это Он дал нам законы такие, как записаны они в Священном Писании. Петрович читал Библию и знал, что вначале Бог дал Моисею одни законы. Но Моисей сказал, что эти законы слишком суровы, и мой народ не в силах их будет выполнить. Тогда Бог дал ему законы помягче и целый свод того, по каким критериям надо регулировать общественную жизнь, решать споры и недоразумения. Что касается поддержания здоровья, то в них об этом, кроме праздника хлебных опресков, ничего не было. И ответил им Иисус, «Не ищите закона в вашем Писании, ибо закон – это жизнь, а Писание мертвое». Поистине, я вам говорю, Моисей не получал от Бога свои законы написанными, а от живого слова. Закон – это слово жизни, излеченное Богом жизни, переданное живым пророкам для живых людей. Во всем сущем записан закон. Вы найдете его в траве, в дереве, в птицах, в небе, в озерах и морях, но особенно ищите его в самих себе. Петрович понял, что Иисус Христос говорил о законах развития организма и сознания. Следовать этим законам означало прогрессивно развиваться, эволюционировать от простого существа до более сложного и с большими возможностями. «Ибо поистине, говорю я вам, все сущее, в котором вы живете, ближе к Богу, чем Писание, лишенное жизни. Бог создал жизнь и все сущее таковым, что не является словом вечной жизни и учит человека законом истинного Бога. Бог написал свои законы не на страницах старинных книг, но в вашем сердце и в вашем духе». Эта фраза Иисуса Христа подтверждает, что речь идет о развитии сознания, исследовании физиологическим законам развития и поддержания организма. Тем более, что далее следует, проявляется в дыхании, крови, костях, коже и так далее. Другими словами, крайне важно знать физиологические законы, по которым развивается и управляется тело и свято соблюдать их ежедневно. Это и есть то, что мы называем здоровым образом жизни. Они проявляются в вашем дыхании, в вашей крови, в ваших костях, в вашей коже, в ваших внутренностях, в ваших глазах и в любой самой незначительной части вашего тела. Они присутствуют в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и в высотах. Здесь речь идет о том, какие внешние силы поддерживают в организме физиологические процессы и управляют ими. Это и есть те незримые нити, которые соединяют нас с природой. Отрыв от них ведет к рассогласованию функций и последующей болезни. Например, отсутствие или недостаток свежего воздуха приводит к одной болезни, загрязнение воды к другой. Оторванность от земли, то есть незаземленность, создает энергетический перекос в организме, искажает PH организма и этим извращает все биологические реакции в нем на ферментативном уровне. Все они обращены к вам, чтобы вы могли понять слово и волю живого Бога. К несчастью, вы закрыли глаза, чтобы не видеть ничего, и заткнули уши, чтобы ничего не слышать. Поистине говорю я вам, Писание – дело рук человеческих, в то время как жизнь и все ее воплощение – дело Божье. Почему же не слушаете вы слова Бога, записанные в творениях Его? Почему изучаете вы Писание, буквы которых мертва, будучи деянием руки человеческой? Если разобраться, то, что написано в книгах – лишь информация. А вот когда человек на практике осуществляет ее, это уже совершенно иной процесс. Это две огромные разницы. Как же можем мы читать законы Божии, если не в Писаниях? Где же они написаны? Прочитай нам их там, где ты их видишь, ибо мы не знаем иных Писаний, чем те, что унаследовали мы от предков наших. Современное общество уже с тех давних времен разучило человека работать с самим собой, своим телом, своим сознанием, собственной жизненной силой. Произошел отрыв информации от воплощения ее в реальность, и вдобавок все это было сильно искажено. Лишь учение йоги рекомендовало поэтапную работу в первую очередь над собой, а все остальное открывалось человеку естественным путем. Объясни нам законы, о которых ты говоришь, чтобы нам, услышав их, можно было вылечиться и исправиться. Люди желают знать о законах поддержания здоровья, которые напрямую не упомянуты ни в одном Священном Писании. В них больше говорится о нравственной стороне, от которой во многом зависит здоровье человека. И Иисус сказал им, вы не можете понимать слова жизни, потому что пребываете в смерти. Темнота закрывает глаза ваши и уши ваши глухи. Однако, говорю я вам, не надо устремлять взор свой на Писание, буква которых мертва. Если действиями своими опровергаете вы того, то дал вам Писание. Ввиду того, что здоровье в основном зависит от нравственного поведения человека, которое в большинстве случаев оставляет желать лучшего по этой причине и болезни. Поистине я вам говорю, в делах ваших нет ни Бога, ни законов Его. Не присутствуют они ни в обжорстве, ни в пьянстве вашем, ни в образе жизни вашей, которую вы растрачиваете в излишествах и роскоши, а еще меньше в поисках богатства, а особенно в ненависти к врагам вашим. Нравственность человека основана на том, каким сознанием обладает каждый конкретный человек. А сознание человека состоит из привычек, основанных на чувственных желаниях и чертах характера. Если указанные чувственные привычки и наклонности, обжорство, пьянство, различные излишества, черты характера, поиски богатства, ненависть и другие отрицательные эмоции доминируют в сознании человека, то о соблюдении божественных заповедей не может быть и речи. Сознание каждого конкретного человека определяет его образ жизни, в котором человек объедается и тому подобное, ненавидит и тому подобное, а отсюда и получает соответствующие болячки. Все это очень далеко от истинного Бога и ангелов Его. Бог действует через определенные силы природы, которые называются ангелами. Но все это ведет к царству темноты и владыке всего зла. Ибо и могущества Его, Бога, не могут войти в вас. Оттого вынашиваете в себе много плохих мыслей, а также мерзости гнездятся в вашем теле и в сознании вашем. Другими словами, организм человека заполнен физической грязью и не годится в качестве приемника информации. С другой стороны, сознание настолько переполнено абсолютно ненужной информацией, в нем беспрерывно идут болезнетворные мыслительные процессы, что оно не может воспринять на интуитивном уровне. Только благодаря различным техникам медитации можно вычистить сознание, сделать его способным к интуитивным прозрениям, получению различных совершенств. Если хотите вы, чтобы слово живого Бога и могущество Его могло проникнуть в вас, не оскверняйте ни тело вашего, ни сознание вашего. Ибо тело есть храм Духа, а Дух – храм Бога. Поэтому вы должны очистить этот храм, чтобы владыка храма мог поселиться в нем и занять место, достойное его. Очень верно подмечено – владыка храма. Дело в том, что человек отождествляет себя не с душой, которая образует и сознание, и тело, а с чертами характера и чувственными потребностями. В результате этого он думает, что он сумма своих черт характера, чувств и привычек, и всю жизнь работает на их обслуживании и удовлетворении. Это и называется ложное эго. Отсюда человек раб всего этого, а на самом деле все, что имеется в нашем сознании – это наши слуги, инструменты для познания действия. Отсюда получается, что тело и сознание, храм Духа и храм Бога заполнены слугами, на которых человек его дух батратит. А надо сделать наоборот – указать слугам на свое место, а правильцем должен дух. Чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, которые исходят от сатаны, удалитесь под сень неба Господне. Именно об этом и говорится. Искушения тела и сознания правят человеком, а не он ими. Для того, чтобы их подчинить, надо предпринять пост, молитву и искоренить их. Возродите себя сами и воздержитесь от приема пищи. Прекрасно говорите – возродите себя сами. С помощью чего возродиться? Какая сила будет это делать? Это будет совершаться с помощью жизненной силы человеческого организма и сил природы. А для того, чтобы это полноценно произошло, необходимо им не мешать. А мешает этому процессу? Не поверите. Прием пищи. Петрович понял это лишь потому, что ранее из книг Малахова прочитал, какие физиологические механизмы исцеления и омоложения начинают разворачиваться и работать на голоде. Именно они и позволяют человеку возрождать самого себя. Вот это глубина, сказал восхищенно Петрович. Ибо поистине, говорю я вам, лишь постом и молитвой могут быть изгнаны сатана и вся зловредность его. Молитва – это мыслительный процесс, который вытесняет все другое из сознания. Она действует и как особый настрой, программируя сознание на положительное настроение. С помощью ее человек общается и с Богом, огромным организмом Вселенной. Вернитесь в дом свой и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы поститесь. Очень важное замечание. Голодание – очень личное дело. Работа над самим собой. Человек сосредоточенно работает над собой. Имеет волевой настрой. Когда об этом знают другие и не понимают, для чего этот человек голодает, то своими советами, охами и ахами разрушают его волю, действуют негативно. Чем меньше люди знают о вашем голоде, тем легче вам голодать. Поститесь же до тех пор, пока вельзывул и вся порча. Петрович под порчей понял весь хлам в своем сознании, который мешает человеку жить. Не покинут вас и все ангелы, матери нашей земли, придут служить вам. Только полное, завершенное голодание помогает человеку избавиться от гнусности в сознании и приобрести особое совершенство, которыми так богато наделяются настоящие святые люди. Однако и систематически неполные голодания помогают хорошо оздоровить свой организм и очистить сознание. Ибо поистине говорю я вам, пока не совершите вы поста, не освободитесь от власти сатаны и от всех болезней, исходящих от него. Вдумайтесь, сатана действует через искушение, то есть через человеческое сознание. Поддался человек искушению, выработал вредную привычку и начал ей всячески угождать. Эта цепочка приводит к одному, к болезни. Например, человек любит покушать и переедает, потребляет много сладкого, сахарный диабет, белкового, подагра и так далее. Паститесь и молитесь с усердием от всего сердца, надеясь получить силу от Бога живого и от Него исцеление свое. Другими словами, с помощью молитвы укрепляйте свою связь с великим организмом и Он даст вам нужные силы. Ведь наибольший отрыв с Ним происходит из-за нашего неправильного мышления. Отсюда надо устранить это главное препятствие, восстановить главную утраченную связь. Ну и глубины, продолжал думать Петрович. 25. Утром проснулся рано. Они должны были с компаньоном ехать в Бонн навстречу. Естественно, в гостях никаких процедур выполнить не пришлось. Тепло попрощавшись с хозяйкой, они выехали вначале в Бремен компаньону, чтобы кое-что забрать из дому, а затем ехать дальше. По независящим от компаньона обстоятельствам, он должен был остаться дома на несколько дней. Все ломалось. Петрович не стал ждать, так как гостиница съела все, что он заработал и решил ехать домой. 14 часов он сел на автобус и поехал в Россию. По дороге Петрович читал манускрипт. 3. Во время поста избегайте сынов человеческих, а вернувшись в общество ангелов матери нашей земли. Ибо тот, кто ищет усердно, тот найдет. Рекомендуется быть больше на природе, восстанавливать утраченные связи с ней. Общество людей не понимает того, что делает человек на голоде и мешает ему. Ищите чистый воздух в лесу или в поле, ибо в них найдете ангелов воздуха. Разуйтесь и снимите ваши одежды, и пусть ангел воздуха обнимет все ваше тело. Потом дышите глубоко и медленно, чтобы ангел воздуха проник в вас. Поистине говорю я вам, ангел воздуха изгонит из вашего тела все нечистоты, которые осквернили его снаружи и изнутри. И тогда все плохие запахи и нечистоты выйдут из вас, как дым от пламени, который вьется в воздухе и теряется в океане небес. Ибо поистине говорю я вам, ангел воздуха есть святой. Он очищает все оскверненное и превращает в нежный аромат все, что испускает дурной запах. Никто не может предстать перед лицом Божиим, если ангел воздуха не пропустит его. Действительно, все должно обновиться через воздух и истину, ибо тело ваше вдыхает воздух матери земли, а дух ваш вдыхает истину небесного отца. Петрович понял, что это описание конкретной методики по дыханию, которая будет способствовать очищению организма, накоплению в нем углекислоты, как следствие более быстрому вхождению в голод, разблокировке процессов биосинтеза на клеточном уровне. После ангелов воздуха ищите ангела воды, снимите обувь вашу и одежду вашу, и позвольте ангелу воды обнять вас, все тело ваше. Отдайтесь полностью в его руки, боюкающие вас, и столько раз, сколько дыхание ваше заставляет колебаться воздух, пусть тело ваше, качаясь, колеблет воздух. Поистине говорю я вам, ангел воды изгонит из тела вашего все нечистоты, которые загрязняли его как снаружи, так и изнутри. В данном случае идет совмещенное очищение организма через кожные покровы с помощью дыхания и водных процедур. Ведь очень важно очистить кожные покровы, через которые на голоде осуществляется мощный вывод шлаков. Петрович вспомнил, в тысячу раз увеличивается выход аммиака из тела. Таким образом, вода как бы впитывает в себя то, что выталкивается вон из организма дыханием на кожные покровы. Теперь становится ясным, почему так важно на голоде соблюдать водные процедуры. Надо помогать организму быстрее расшлаковываться. И все нечистое и скверно пахнущее потечет от вас далеко, подобно тому, как грязь от одежды, стиранной в реке, уносится течением и теряется вдали. Поистине говорю я вам, ангел воды святой. Он очищает вас, что осквернено, и превращает в нежные ароматы все дурные запахи. Действительно, чистое тело человека обладает тончайшим ароматом, напоминающим запах ладана. Все выделения из его тела также хорошо пахнут. Но как только человек начинает кушать неподобающую ему пищу, оскверняя этим самым себя, то постепенно все запахи изменяются в худшую сторону. Тяжелый, старческий запах от тела указывает на перенасыщение организма шлаками от неправильной еды и от отмерзших клеток. Никто не сможет предстать перед лицом Божиим, если ангел воды не пропустит его. Действительно, все должны обновиться через воду и через истину, ибо тело ваше купается в реке земной, а дух в реке жизни вечной, ибо получите вы кровь от матери вашей земли, а дух от отца вашего небесного. Как понять обновляется через воду и через истину? На воде, входящей в состав организма, записана вся информация о нашей жизни. Пережиты эмоции и потрясения, психические зажимы, даже черты характера. Желание оставляет на водных средах свой мощный информационно-энергетический след. Все это мешает чистоте человеческого кристалла, ведь вода имеет кристаллическое строение, и человека в этом смысле можно воспринять как особого рода водный кристалл. Если человеческий кристалл загрязнен, то он не способен воспринимать энергетические потоки из пространства, преобразовывать их на свое усмотрение, не обладает интуицией, то есть постоянным подключением к банкам вселенской информации. Обновление через истину означает, что человек, понял свое предназначение, создает мощный мотивационный очаг в своем сознании, который стирает с жидкостных сред организма всю порочную информацию, очищает жидкий кристалл человеческого организма. Теперь уже тело приобретает способность, как высокочувствительный приемник, воспринимать информацию от вселенной. Далее говорится, что дух купается в реке жизни вечной, которая есть управляющий орган вселенского организма. Но не думайте, что достаточно того, что ангел воды обнял вас только снаружи. Поистине говорю я вам, внутренняя грязь еще более страшна, чем грязь снаружи. Поэтому тот, кто очищается лишь снаружи, остается нечистым изнутри, похож на гробницу, украшенную блестящей роскошью, но внутри наполненную грязью и нечистотами. Поистине говорю я вам, позвольте ангелу воды осветить вас также изнутри, чтобы вы избавились от всех грехов прошлых своих, и тогда вы станете изнутри таким же чистым, как речная пена, играющая в лучах солнца. Вот теперь пошла речь о внутреннем очищении. Не менее, а возможно и более важном, чем очищение внешнее. И в данном случае это достигается клизмением. Правильное клизмение – важнейшая очистительная процедура на голоде. С ее помощью мы помогаем организму быстрее избавиться от шлаков. Это важно понять, а не рассуждать о пользе или вреде клизм. К тому же Петрович вспомнил, что самые первые клизмы совершались с морской водой. Это он вычитал из одного рассказа. Один человек наблюдал за птицей с длинным клювом, которая объелась рыбой. Она села на берег моря, набрала в клюв морской воды и затем, вставив клюв в задний проход, выпустила воду. Так она повторяла несколько раз, затем вода вышла, и облегченная птица смогла дальше нормально лететь. Чтобы достигнуть этого, достаньте большую тыкву, снабженную опускающимся вниз стеблем, длиной в человеческий рост, очистите тыкву от ее внутренности и наполните речной водой, нагретой на солнце. Петрович из своего опыта знал, что толстый кишечник любит теплую воду. Холодная вода вызывает в нем спазмы и хуже проходит. А здесь необходимо расслабление и полное беспрепятственное заполнение. К тому же, вода, насыщенная солнечными лучами, приобретает особую энергетику, которая благотворно действует на организм. Поваренная соль является неким отображением и выражением солнечной энергии. Поэтому ее добавление в воду действует аналогично солнечным лучам. Повесьте тыкву на ветку дерева, преклоните колено на землю перед ангелом воды и потерпите, пока конец тыквенного стебля проникнет в ваш зад. Чтобы вода потекла по всем вашим кишкам. Вот дается техника проведения клизменной процедуры. Это же элементарная гигиена. Так почему же ее не дать для здоровья человечества? Недомевал Петрович. Если обратиться к истории средних веков Западной Европы, то все станет ясным. Ложное понимание духовности привело к тому, что люди в то время вообще не мылись. По этой причине по Европе прокатились страшные эпидемии чумы и других болезней. А что говорить о клизме? Теперь становится яшным, что подобный манускрипт никак не мог пройти через кривое сито того времени и был отброшен, как ересь. Останьтесь колено преклоненными на земле перед ангелом воды и молите Бога жизни, чтобы он простил вам все ваши прегрешения. И просите ангела воды, чтобы он освободил ваше тело от всех нечистот и болезней, наполняющих его. Потом пустите воду из вашего кишечника, чтобы с ней устанеть все, что происходит от сатаны. Все нечистое и зловонное. И вы увидите собственными глазами и почувствуете собственным носом все мерзости и нечистоты, которые оскверняли храм вашего тела. И поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало бесчисленными болезнями. Да, делая клизмы и видя, что выходит из организма, Петрович понимал эту простую и важную истину. Вот эта грязь и вызывает недомогание, хронические болезни, раннюю старость у большинства людей. Поистине, говорю я вам, освещение водой освободит вас от всех болезней. Каждый день своего поста повторяйте от очищения до того дня, пока вода, истекающая из вас, не станет столь же чиста, как пена реки. Эта рекомендация указывает о том, как часто и как долго надо клизмиться на голоде. Просто и ясно. Тогда погрузите тело свое в текучие воды реки, и в ней, в объятиях ангела воды, возблагодарите Бога за то, что Он освободил вас от грехов. Подобное благодарение позволяет человеку укреплять связь с живым организмом Вселенной, общаться с ним. Это очень важно. Сделать что-либо и поблагодарить. И это святое очищение ангелом воды означает воскресение к новой жизни. Ибо с того времени глаза ваши начнут видеть, а уши слышать. Да, уничтожение всего вредного позволит ему вновь заработать, как в юности. Это выразится как феномен обновления, омоложения. Лекарственное лечение не позволяет этого сделать по той простой причине, что шлаки, не выведенные из организма, не дают ему нормально работать. Однако после этого очищения не грешите больше, чтобы в течение целой вечности ангелы воздуха и воды могли обитать в вас и служить вам в любой час. После голода человек получает новое тело, новые возможности. Но если он не проработал и не устранил из своего сознания вредные привычки, то потакая и угождая им, он вновь зашлакует свой организм и все вернется на круги своя. Вот почему и дается предупреждение о новом грехе. Все эти сутки прошли в дороге, во время которой Петрович продолжал читать манускрипт. Четвертое. Но если после этого останутся в вас следы нечистот, учитывая ваши грехи прошлые, призовите ангела света солнечного. Разуйте, снимите свои одежды и позвольте ангелу ветра обнять ваше тело. Потом вдыхайте в воздух медленно и глубоко, чтобы ангел света мог проникнуть к вам внутрь. Вот методика очищения организма дыханием. Это растянутое дыхание йогов, которое насыщает организм углекислотой, в результате чего скорость всех ферментативных реакций в нем усиливается и увеличивается. Внешне это сказывается в увеличении обмена веществ, которые выбрасывают нечистоты из тела в виде очистительных кризисов, которые так хорошо видны при выполнении методики дыхания по бутейко. Тогда он изгонит демонов, подобно тому, как по возвращении хозяина домой грабители спасаются бегством из покинутого жилища. Один через дверь, другой через окно, а третий через крышу. Каждый спасается как может, а также покинут тело вашей демоны болезни, все прошлые грехи, вся грязь, все хворобы, которые оскверняют храм вашего тела. И тогда ангелы, матери земли, овладеет вашим телом настолько, что владыки храма смогут вновь войти в него. Тогда все скверные запахи покинут спешки ваше тело через дыхание ваше и через кожу вашу. Раньше Петрович ощущал от своего тела запах желчи, а до голода вообще под несколько неприятно пах. Теперь же он заметил, что тело его перестало пахнуть желчью, запах стал нейтральным, даже подмышками. Загнившие воды выйдут изо рта вашего, через кожу, через анус и через мочеиспускательные органы и увидите вы все это своими собственными глазами, почувствуете собственным носом, ощутите собственными руками. И когда все грехи и все нечистоты будут удалены из вашего тела, тогда кровь ваша станет такой же чистой, как кровь земли, подобно пенью в потоке, играющей в лучах солнца. И дыхание ваше станет таким же чистым, как благоухание цветов. Ваша кожа станет такой же чистой, как кожица фруктов, розовеющих сквозь листву деревьев. Свет ваших глаз станет таким же ясным и блестящим, как сияние солнца в голубых небесах. И тогда все ангелы матери земли будут служить вам, и ваше дыхание, ваша кровь, ваша плоть станут единым целым дыханием, кровью и плотью матери земли. И дух ваш также станет единым с духом Отца Небесного. Другими словами, только кристально чистый организм может входить в такой резонанс с организмом Вселенной, что воспринимает без искажения любые процессы в нем. Это и есть интуиция, самопроизвольное знание в нужный момент, совершенство дающееся для выполнения благих дел, ибо поистине никто не сможет достигнуть Отца Небесного, не пройдя через Матерь Землю. Только чистый кристалл тела может без искажения воспринимать и воспроизводить информационно-энергетические импульсы, прокатывающиеся по Вселенной. Подобно новорожденному, не могущему понять наставление Отца своего, пока мать не положит его в колыбель, чтобы он уснул после того, как накормят его, ибо место ребенка, пока он мал, около матери своей, ей он должен подчиняться, но когда подрастет, отец возьмет его с собой, чтобы он мог работать рядом с ним в поле, и ребенок вернется к матери своей лишь в час обеда или ужина, и тогда отец даст ему свое наставление, чтобы он мог с ловкостью помогать ему во всех делах его, и когда отец увидит, что сын понял все наставления его, и выполняет прекрасно свою работу, отдаст он сыну все свое дело, чтобы оно стало с собственностью любимого сына, и чтобы сын смог продолжить дело отца своего, здесь говорится об эволюционном развитии человека, из обычного существа он может подняться до уровня ангела, и даже образовать свою вселенную, либо стать клеткой-лидером в ней, ведь и в нашем организме есть клетки, ногтей, кожи, костей, мышц, крови, сердце, нервной системы головного мозга, и тому подобное, все они находятся на разных эволюционных ступенях, и в организме выполняют свои специфические функции, которые нужны для общего блага организма, так со временем клетки ногтей или кожи могут стать нервными клетками, которые осуществляют в организме более важные функции, пропуская через себя огромное количество информации. Нечто подобное происходит и с человеком, он поднимается все выше по ступеням эволюции и выполняет в организме вселенной все более сложные и важные функции. Поистине говорю я вам, блажен тот, кто следует советам матери и ведет себя в соответствии с ними, но в сто крат более блажен тот сын, который принимает совет отца своего и следует ему, ибо сказано было вам чти отца и мать свою, чтобы дни твои продолжались на этой земле. И я говорю вам, сыны человеческие, чтите мать вашу землю, следуйте всем законам ее, чтобы дни ваши продолжались на этой земле. Другими словами, следуйте законам природы и естественного развития человеческого организма, чтобы поддерживать организм в здравии, и чтите отца вашего небесного, чтобы унаследовали вы жизнь вечную на небесах. Выполняя законы духовного развития, человек может эволюционировать и существовать как высокоразвитое полевое существо в организме вселенной, которое и есть вечная жизнь на небесах. Ибо Отец Небесный во сто крат более велик, чем все отцы по поколению и по крови, подобно тому, как Мать-Земля больше всех матерей во плоти. А в глазах Отца своего небесного и Матери Земли Сын человеческий еще дороже, чем в глазах Отца своего по крови и Матери своей по плоти. И иной мудростью наполнены слова и законы Отца Небесного и Матери Земли, чем слова и воля всех отцов ваших по крови и всех ваших матерей по плоти. И это неудивительно, ведь Вселенная желает от человека эволюции, дающей человеку безграничные возможности. Земные родители желают своим детям лишь материального благополучия, которое, конечно, и не способствует необходимому росту. И бесконечно больше будет наследие Отца Небесного вашего и Матери Земли. Царство жизни, как земной, так и Небесной, наследие, предпочитаемое всему тому, что могут вам дать отцы ваши по крови и матери ваши по плоти. И истинные братья ваши те, что выполняют волю Отца Небесного и Матери Земли, а не братья по крови. Поистине говорю я вам, ваши истинные братья по воле Отца Небесного и Матери Земли полюбят вас в тысячу раз больше, чем братья по крови. Ибо со времени Каина и Авеля с тех пор, как братья по крови нарушили волю Бога, нет больше истинного братства по крови. И братья относятся к братьям своим, как к чужим людям. Поэтому говорю я вам, любите истинных своих братьев. Волей Божьей в тысячу крат больше, чем братьев по крови. Люди близки друг к другу по сходству интересов, черт характера и образу жизни. Это их гораздо больше объединяет, чем кровные узы. Ибо наш Отец Небесный есть любовь, ибо наша Мать Земля есть любовь, ибо Сын Человеческий есть любовь. И благодаря любви Отец Небесный, Мать Земля и Сын Человеческий едины. Ибо дух Сына Человеческого происходит от Духа Небесного Отца и тела Матери Земли. Поэтому будьте совершенны, как Дух Отца Небесного и тела Матери Земли. Любите Вашего Отца Небесного, как Он любит Ваш Дух. Любите Мать Вашу Землю, как Она любит Ваше тело. Любовь пронизывает все во Вселенной. Например, если уподобит клеточку человеческого организма человеку, а весь организм Богу, то становится ясным принцип всепронизывающей, всепоглощающей и жертвенной любви. Наш организм и самого себя не только делает клеточку тела, поддерживает в ней жизнь, но питает ее собой. Аналогично происходит и в организме Вселенной. Она дает человеку из самого себя тело, жизнь, пищу и даже среду обитания. Как это все может осуществиться без любви? Любите братьев Ваших истинных, как Ваш Отец Небесный и Ваша Мать Земля любит их. И тогда Ваш Отец Небесный даст свое святое тело. И тогда сыновья человеческие, как истинные братья, будут любить друг друга такой любовью, которую дарят им их Отец и Мать Земля. И тогда станут они друг для друга истинными утешителями. И только тогда исчезнут с земли все беды и вся печаль, и воцарит на ней любовь и радость. И станет тогда земля подобна небесам, и придет царство Божие. Любой человек это выражение божественного принципа на физическом уровне. Вражда людей между собой разрушение Божьего тела, сотканного из многих человеческих и других жизней. Вот почему воины это прежде всего удар по Богу, по Его телу, по Его целостности. Это самое первое зло из всех. И Сын человеческий придет во всей славе своей, чтобы овладеть своим наследством Царством Божиим. Говорится о получении человеком самых различных совершенств. И тогда Сыны человеческие разделят свое божественное наследие Царства Божие, ибо Сыны человеческие живут в Отце Небесном и Матере Земле, а Небесный Отец и Мать Земля живут в них. И тогда вместе с Царством Божиим придет конец временам, ибо любовь Отца Небесного дает всем вечную жизнь в Царстве Божием, ибо любовь вечно, любовь сильнее смерти. Если рассматривать Вселенную с позиции физики, то в ней нет такой категории, как время. Время придумано людьми, как чередование чисто физических процессов. В вакууме, из которого произошла Вселенная, времени нет, оно застыло. И вот когда человек настолько продвинется по лестнице эволюции, станет полевым существом, и сможет жить в вакууме, время для него исчезнет. Это означает, придет конец временам. Сам вакуум и есть царство Божие, естественно, в этом состоянии понятие смерти исчезает, остается вечная жизнь. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.